Дай почитать. Глядя в отражение стекла, закрывавшего эту потрясающую картину. От такой бесчеловечности и бестактности, пожалуй, я не могу прийти в себя до сих пор. Как будто это мне нанесли оскорбление. Крамской, невзирая на общественное мнение, женился нападшей женщине. Софья была невенчанной сожительницей другого художника. По тем временам ее репутация была загублена навсегда. Но Крамского это не останавливает. Он ни на минуту не расстается со своей женой, хотя уверен, что личное счастье не наполняет жизни. У них рождается шестеро детей, двое из которых умирают в младенчестве. Неутешное горе основано на автобиографическом факте. Он пишет о непоправимом – смерти младшего сына. По формату это парадный портрет. По смыслу это полотно наполнено горем, скорбью, личными переживаниями родителей. Но одновременно это и глубоко монументальное обобщение художника и воплощение одной из ключевых тем его творчества – темы одиночества. Эту трагическую картину Крамской передаст в дар Третьякову. Но тот уговорит его взять за нее деньги, испытывая сочувствие к семье. Кстати, Крамской умрет с мольбертом в руках после четырех часов напряженной работы. Книга журналиста, редактора, исследователя Юлии Варенцовой «Передвижники. Художники-передвижники» и самые важные картины конца XIX – начала XX века посвящена изучению движения товарищества передвижных художественных выставок. Основная идея книги – рассказать не только о движении как организации, но через призму личности творца показать русское искусство в контексте культуры последней трети XIX века. 14 глав книги рассказывают о самых ярких и неоднозначных художниках-передвижниках – о Саврасове, Перове, Репине, Шишкине, Сурикове, Куинджи, Поленове, Серове, Левитане, Коровине, Воснецове, Нестерове. Ведь на их полотнах запечатлены не просто сюжеты, а история русской культуры и духовных исканий интеллигенции, поиски национальной идентичности, а также европейские модные влияния, импрессионизм и модерн. А что до иностранных туристов из моего школьного детства, то они замолчали и просто окаменели перед тремя богатырями Воснецова. Вот она, несокрушимая сила русских передвижников. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!